Так, друзья, коллеги, здравствуйте. Очень рад вас видеть в пресс-центре Министерства иностранных дел. Судя по количеству народа и камер, все соскучились по каким-то горячим новостям. Хотя, согласитесь, что мы в ежедневном режиме вам даем значительный объем информации о нашей позиции по различным проблемам. Но сегодня, видимо, нужно будет еще уточнить некоторые детали, что я с удовольствием сделаю. Не нарушая традиции наших брифингов, я бы хотел сначала кратко познакомить вас с мероприятиями с участием министра иностранных дел. Я думаю, это тоже весьма интересно. Тем более, мы всегда рады вас видеть на этих мероприятиях, то ли в особняке на Спиридоновке. Но сейчас есть возможность посмотреть и на другие форматы нашей совместной работы. Итак, 19 мая к нам с официальным визитом приедет глава Сальвадорского парламента, господин Рейс. И 19 мая пройдет его встреча с министром Лавровым. Сальвадор – это перспективный партнер России в Центральной Америке. В последние годы наши двусторонние связи приобрели заметный динамизм и поступательный характер, вышли на качественно новый уровень. Подписано и вступило в силу двустороннее соглашение об основах отношений. Напомню, это было сделано 17 декабря 2012 года. Учреждено посольство Сальвадора в Москве. Многие из вас присутствовали на этой церемонии. Она состоялась 18 октября 2012 года. Готова к подписанию межправительственное соглашение об отмене визовых требований при взаимных поездках граждан России и Сальвадора, что тоже открывает возможности для поездок российских граждан и граждан Сальвадора в оба конца. Важная составляющая нашего политического диалога – межпарламентские контакты. Становление регулярных связей между законодательными органами наших стран способствовали визиты в Сальвадор первого заместителя председателя Совета Федерации господина Торшина в августе прошлого года и делегации Государственной Думы России в марте этого года. Рассчитываем, что позитивная динамика российско-сальвадорского сотрудничества получит дальнейшее развитие при правительстве нового президента Сальвадора господина Сирена, который вступит в должность 1 июня текущего года. 23 мая проводится третья уже по счету международная московская конференция по вопросам международной безопасности, которая организуется Министерством обороны Российской Федерации. 23 мая министр иностранных дел Сергей Лавров выступит на этом мероприятии. В нынешнем году форум посвящен обсуждению вопросов глобальной безопасности и путям урегулирования региональных конфликтов с акцентом на рассмотрение ситуации в Афганистане и вокруг него в контексте предстоящего вывода из страны международных сил, а также анализы обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Проведение этой международной конференции соответствует последовательной линии Российской Федерации на выстраивание коллективных действий в интересах поиска адекватных ответов на глобальные и региональные вызовы безопасности при опоре на международное право и принципы равной неделимой безопасности. Мы исходим из того, что на форуме будут обстоятельно рассмотрены перспективы активизации многосторонних усилий по содействию и регулированию конфликтных ситуаций политическими средствами через инклюзивный диалог и при уважении прав народов самостоятельно определять свою судьбу. 24 мая приглашаем всех в Санкт-Петербург, где 22 мая откроется 18-й Петербургский международный экономический форум, 24 мая министр Лавров примет участие в этом форуме. За прошедшие годы форум, который проходит под патронатом президента Российской Федерации, утвердился в качестве авторитетного и востребованного формата общения. На его мероприятиях вновь соберутся государственные деятели из многих стран, лидеры мирового бизнеса, представители науки и культуры, чтобы совместно обсудить актуальные вопросы глобальной повестки дня, обдумать возможности их решения и наметить пути совместных действий. В этом году в число ключевых вопросов форума входит восстановление доверия к системе управления глобальной экономикой, более глубокое понимание процессов реструктуризации ключевых экономик мира и перестройки мировой финансовой системы. Большое внимание будет уделено экономике нашей страны, включая перспективы ее модернизации и повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. 25 мая, напомню, все международное сообщество отмечает День Африки. В нашей стране эта дата воспринимается как символ солидарности и дружбы между народами России и африканских государств. Вы в последнее время могли наблюдать динамику наших контактов с африканскими государствами, тесного взаимодействия и раскрытия наработанного за десятилетия весомого потенциала взаимовыгодного сотрудничества с африканским континентом. Страны Африки продолжают уверенно идти по пути масштабных преобразований. Многое делается для ускорения темпов роста, достижения политической, экономической и культурной интеграции на континенте. Большая заслуга в этом принадлежит, конечно, Африканскому Союзу. По традиции министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров устраивает для глав дипломатических представителей африканских стран, аккредитованных в Москве, официальный прием по случаю Дня Африки. В этом году это мероприятие пройдет 22 мая в особняке на Спиридоновке-17. Будет большая протокольная съемка, поэтому всех с удовольствием приглашаем на это мероприятие. Теперь несколько сообщений и заявлений по украинской тематике. Обращаю ваше внимание, что на сайте со вчерашнего вечера вывешен полный текст объемного интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова агентству «Блумберг», с чем я, Генри, вас и поздравляю. Очень удачная, на мой взгляд, динамичная, эмоциональная. Многие вещи министр говорил впервые в такой откровенной манере. Но, собственно, и вопросы, которые задавались, они тоже требовали таких же прямых и откровенных ответов. Что из этого получилось, судить вам. Но, тем не менее. Английский текст появится чуть позже, когда мы его согласуем с агентством в полной мере. И там же вывешена полная видеоверсия. Так что, если кто-то захочет посмотреть это живьем, милости просим. Я бы хотел прежде сказать, что мы в России по-прежнему очень озабочены дальнейшей деградацией внутриполитической ситуации на Украине. Прежде всего, нас удивляет упорное нежелание киевских властей начать реальный процесс национального примирения на Украине, что является грубым нарушением положений Женевского заявления от 17 апреля нынешнего года. Новым свидетельством такого нежелания является объявленная сегодня так называемая финальная фаза так называемой контртеррористической операции на юго-востоке страны. Дело дошло до того, что 6 мая, если вы видели российские каналы и некоторые зарубежные, в Верховной Раде при обсуждении вопросов, которые затрагивали интересы украинского народа, а все это было достаточно эмоционально, что вполне очевидно, из зала заседания были грубо удалены депутаты от фракции КПУ. Подобные действия так называемого большинства в Верховной Раде свидетельствуют об открытом попрании элементарных норм и правил демократического общения и парламентаризма. Я хотел бы еще сделать отдельный комментарий по поводу осквернения одной из могил погибшего под Одессой на кладбище одного из тех, кто сгорел в городском доме профсоюза 2 мая. Мы возмущены этим актом осквернения в Одессе могилы погибшего при пожаре 2 мая в городском доме профсоюзов. Неизвестными лицами были сожжены траурные венки, огнем поврежден надгробный православный крест и оставлена записка оскорбительного содержания. Это кощунственное деяние не укладывается в голове, находится за гранью зла. Те, кто это совершил, их вдохновители попрали все нормы морали и совести. Для них не остается, судя по всему, ничего святого. Мы требуем и будем добиваться тщательного расследования произошедшего преступления и наказания причастных к нему лиц. Одновременно настаиваем на проведении, в том числе с участием авторитетных международных экспертов, объективного изучения обстоятельств случившегося 2 мая кровавой трагедии в Одессе. Расцениваем произошедшее на кладбище под Одессой акт вандализма как глумление над памятью всех невинных жертв, фактически развязанной на Украине и ее нынешними властями братоубийственной войны. Вновь призываем Киев и его западных покровителей одуматься и незамедлительно прекратить террор в отношении собственного народа. Кстати, до сих пор нет информации о том, как продвигается независимое расследование трагических событий в Одессе 2 мая, в результате которых погибло более 40 человек, а по поступающей информации их гораздо больше. Свыше 200 получили разные степени ранения и увечья. Это является проявлением безответственности киевских властей, которые потакают открыто национал-радикалам, включая правый сектор. Трагедия в Одессе стала еще одним подтверждением ставки Киева на силу. Но заволокитить, как мы говорим, расследование киевским властям не удастся. Еще более накаляется ситуация на востоке Украины. Несмотря на обязательства Киева по Женевскому заявлению, там продолжается карательная операция против жителей региона. Здесь я тоже хотел бы отдельно сказать, как мы относимся к появлению вертолетов с символикой ООН. Эти кадры вы видели не только по российскому телевидению. Как следует из информсообщений и телерепортажей, киевский режим в ходе так называемой контртеррористической операции на юго-востоке Украины использовал военные вертолеты с символикой ООН, которые ранее были развернуты в составе миротворческих операций ООН в ряде стран Африки. В жесткой форме мы поставили этот вопрос перед секториатом ООН, потребовали проведения соответствующего расследования. Некоторые заявления пресс-служба уже, правда, сделала. Нас заверили, что представители организации находятся в плотном контакте с властями в Киеве, и в связи с этим инцидентом обещали дополнительно нас проинформировать. Следует особенно подчеркнуть, что задействование авиационной техники с символикой ООН без санкции Совета безопасности недопустимо и вызывает самую серьезную обеспокоенность. Это является не только нарушением отношений между ООН и страной-поставщиком контингентов для миротворческих сил и миротворческих операций ООН, но и наносит непоправимый ущерб не только престижу, но и репутации и имиджу всемирной организации. Мы рассчитываем, что руководство ООН официально выступит с предельно взыскательной оценкой и осуждением подобных действий киевских властей, которые несут всю полноту ответственности за несанкционированное использование флага ООН. Хочу сказать, что это заметно. Киев практически ничего не предпринимает для начала конституционного процесса с участием всех регионов Украины, что способствовало бы выходу этой страны из острейшего политического кризиса и, собственно, на что настраивает логика Женевского заявления от 17 апреля. На Украине продолжаются грубые нарушения элементарных норм граждан и прав граждан, таких как свобода слова, свобода средств массовой информации. По-прежнему в отключенном состоянии находятся российские телевизионные каналы, регулярно задерживаются, высылаются журналисты. Наверное, вы это хорошо видели и знаете. Приятно, что всё-таки в конце концов удалось освободить лидера Народного протестного движения Донецкой области Павла Губарева, о чём было недавно сделано и специальное заявление министра основных дел России Сергея Лаврова. Этот деятель находился под арестом в тяжелейших для его здоровья условиях, однако неизвестна судьба очень многих других политических заключённых, которые удерживаются киевскими властями. Наконец, просто быстро и бесследно исчезают люди. Так, на днях, вы, наверное, знаете об этом, средь бела дня был похищен людьми в боевой форме, без опознавательных знаков. Это сейчас уже очень модно становится. Руководитель киевского отделения общества байкеров «Ночные волки», который, по сути, сопровождал гуманитарный груз для осаждённых в Луганске и Донбассе. Самым настоящим издевательством на здравом смыслом стало решение Киева перекрыть подачу воды в Республику Крым Российской Федерации. Расцениваем это как безответственный шаг, который будет должным образом оценён населением Крыма. Хочу отметить, что перекрытие канала ведёт к ухудшению экологической ситуации в Херсонской области и в целом в акватории Чёрного моря. Теперь несколько слов о нашем отношении к якобы начавшемуся в Верховной Раде общенациональному диалогу, который тоже вызывает очень много вопросов, нежели даёт ответы. В связи с запуском работы по подготовке к проведению нацеленного на урегулирование внутриукраинского кризиса национального диалога в формате так называемых круглых столов хотел бы обратить внимание на следующее. Мы исходим из того, что такие круглые столы будут организованы в полном соответствии с женевским заявлением от 17 апреля. Их конечной целью должна стать выработка самими украинцами согласованных подходов к конституционной реформе на условиях инклюзивности, транспарентности и подотчётности. Видите, как засели эти английские логизмы, и уже даже забываем, что есть синонимичные русские слова. Но это, видимо, условия глобализации. Должно быть обеспечено полноценное участие в этом процессе представителей всех регионов, подчёркиваю, и политических сил Украины, и, безусловно, учёт их предложений и интересов. Как вы знаете, от начала этого диалога уже отлучены регионы на юго-востоке Украины. Их просто попросту не пригласили. А взамен предлагается по-прежнему утюжить эти регионы танками, БТРами и боевой авиацией. Упомянутые в Женевском заявлении требования к организации национального диалога чётко указывают на императив обеспечения равенства его участников, включая представителей нынешних властей в Киеве и общественных лидеров Юго-Востока и других регионов страны. Ещё на тему Украины. Вы, наверное, знаете, что определённое время в этой стране работает развернутая по решению Постоянного Совета ОБСЕ специальная миссия, мониторинговая, которая, по сути, должна знакомить международную общественность с теми событиями, которые происходят в этой стране. По прошествии времени мы проанализировали эти доклады, которые достаточно регулярно, чуть ли не на ежедневной основе поступают не только в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене, но и имеются в распоряжении журналистского корпуса. Так вот, по итогам ознакомления с регулярными докладами этих наблюдателей мы делаем следующие выводы и высказываем следующие соображения. Мы, конечно, обратили внимание на то, как в последнее время подаёт событие в различных регионах страны, и, в первую очередь, на Юго-Востоке это специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По непонятным причинам референдумы о государственной самостоятельности, которые 11 мая прошли в Донецке и Луганске, практически выпали из поля зрения наблюдателей. Напомню, господа журналисты в огромном количестве присутствовали при этапах подготовки и проведения этих референдумов и сами могли убедиться в том, составить впечатление о том, что из себя представлял народный плебисед в этих регионах. По некоторым данным, зарубежных средств массовой информации, включая российских, было свыше 600. Так вот, об этих референдумах в докладах миссии было сказано вскользь, и даже без упоминания, что проходило голосование. Я уже не говорю о том, какие цифры были публично оглашены по итогам плебиседа. Игнорировали такое крупное событие, конечно, совершенно недопустимо, тем более, если ты работаешь в стране, где происходят такие важные события. В этих двух областях, напомню, проживает около 7 миллионов человек. Это 16% населения всей страны. Больше, чем во многих некоторых странах Европы и отдельных штатах Соединённых Штатов Америки. В докладах миссии ОБСЕ также слабо отражаются или вовсе не упоминаются факты ежедневного применения вооружённой силы против местного населения со стороны киевских властей и боевиков правого сектора, а также наёмников. Случаи ущемления прав и свобод этнических русских и русскоязычных представителей других национальностей. То есть такая достаточно гладкая картинка, что в целом по стране всё нормально, а вот два мятежных региона – Луганская и Донецкая области – небольшие проблемы там возникают. Поэтому я совершенно сознательно вам говорю об этом. Именно поэтому формируется очень неправильная, искажённая информационная картинка, что реально происходит в этих регионах и в целом по стране. На Украине гибнут, как вы знаете, каждый день мирные жители, преследуются политические и общественные деятели, идут, включая, кстати, и кандидатов в президенты, которых, по сути, начинают, как мы говорим, гнобить и преследовать уже совершенно серьёзными методами, вплоть до угрозы смерти. Идут притеснения по национальному языкому признакам. Многие люди вынуждены продавать своё имущество, бежать в другие регионы, включая и Россию. А миссия ОБСЕ по странному стечению обстоятельств почему-то этого не замечает или не хочет замечать. Такое замалчивание очевидных фактов вовсе не способствует созданию условий для запуска национального диалога в соответствии с женевским заявлением и дорожной картой, которая предложена швейцарским председательством ОБСЕ. Мы призываем руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и руководство этой специальной мониторинговой миссии на Украине более полно и объективно отражать происходящее в стране события, отслеживать факты нарушений прав человека и активно работать с обращениями граждан в соответствии с утверждённым мандатом. Я не хочу создать у вас впечатление, что после вот этих критических замечаний, чтобы у вас создалось впечатление, что мы как-то по-особому начали смотреть на роль ОБСЕ в содействии или международному сопровождению урегулирования внутриукраинского конфликта вовсе нет. Мы, ещё раз напоминаю, позавчера выпустили большой специальный комментарий, как мы относимся к дорожной карте, какие мы видим там принципиальные моменты, которые могли бы способствовать урегулированию этого кризиса. И, как вы знаете, такая поддержка была высказана лично президентом Российской Федерации дважды действующему председателю ОБСЕ, президенту Швейцарской конфедерации Дидье Бурхальтеру на их личной встрече в Москве 7 мая и в телефонном разговоре 11 мая. Двинемся немножко дальше. Теперь по Сирии несколько слов, включая вопросы химического разоружения. Напомню, важнейшим событием, по крайней мере, на наш взгляд и на взгляд очень многих международных наблюдателей в Сирии стала реализация в полном объёме пакетного решения или пакетной договорённости по разблокированию ситуации в старом городе Хомси. Мы уже приветствовали это локальное замерение, главным неоспоримым итогом которого стало спасение жизни людей и заметное улучшение гуманитарной ситуации в миллионном городе. Сейчас в центральные районы Хомса уже начали возвращаться мирные жители, возобновляется богослужение в уцелевших древних мечетях и церквях, включая всемирно известный храм пояса Богородицы Ум-Зинар. В Москве рассчитывают, что пример Хомса будет успешно использован и в других районах Сирии. В частности, поступают сообщения о ведущихся переговорах об освобождении полутора тысяч семей мирных жителей, которые удерживаются боевиками в столичном пригороде Адра в обмен на предоставление продовольствия окружённым в этом районе участникам незаконных вооружённых формирований. Локальные замерения, как мы убеждены, приближают Сирию к долгожданному миру и спокойствию. Но это вызывает самое ожесточённое сопротивление и противодействие со стороны непримиримой вооружённой оппозиции, делающей ставку на хаос и беззаконие. Практически ежедневно экстремисты подвергают жилые районы сирийских городов, населённых пунктов десяткам неизбирательных ракетно-миномётных обстрелов, всё более активно задействуют террористов-смертников, прибегают к подрывам зданий и сооружений с использованием подземных туннелей. Только за последние несколько дней по центру Дамаска ежедневно выпускалось 30-40 мин. Особое негодование вызвали крупные диверсии, в результате которой трёхмиллионный Алеппо больше недели оставался без централизованного водоснабжения. И по-прежнему водоснабжение не восстановлено. Жители города оказались вынуждены употреблять воду из протекающей через него реки Куик, подвергаясь серьёзному риску эпидемии инфекционных заболеваний, учитывая, что там не раз находили трупы казнённых боевиками людей. Сирийский МИД уже официально обратился по этому поводу в Организацию Объединённых Наций. Имеется свидетельство того, что истинной причиной стремительного роста числа внутренне перемещённых лиц Сирии является действие террористических группировок. Только за последние дни 100 тысяч жителей губернаторства ДРС Зор были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от ожесточённых столкновений отрядов Джабхата Нусра с боевиками исламского государства Ирака и Леванта, которые сопровождались насилием в отношении мирного населения. По сообщениям ряда средств массовой информации на Востоке губернаторства Алеппо джихадисты открыли тренировочный лагерь для боевой подготовки, вдумайтесь, женщин и девочек, девочек, многие из которых по возрасту младше 12 лет. Подобная абсолютно неприемлемая практика не может замалчиваться и заслуживает принципиальной оценки со стороны международного сообщества. Все эти события разворачиваются на фоне подготовки к президентским выборам в Сирии, которые в соответствии с действующей конституцией страны намечены на 3 июня текущего года. Предстоящая воля изъявления, в ходе которого глава государства впервые будет избираться на альтернативной основе, позволит народу Сирии выразить на участках для голосования свою гражданскую позицию относительно будущего страны. Важно, чтобы, несмотря на крайне сложную обстановку, были обеспечены демократичность и прозрачность голосования. Предстоящие выборы призваны стать значимым шагом на пути сохранения и развития сирийской государственности, удовлетворения законных чаяний граждан страны и продолжения последовательных усилий для скорейшего мирного урегулирования затянувшегося кризиса в Сирии. Теперь несколько слов о наших оценках хода химической демилитаризации Сирии. В целом, мы уже не раз говорили, что удовлетворены ходом реализации программы химического разоружения в Сирии, которая осуществляется в исполнении известных решений Организации по запрещению химического оружия и Резолюции Совета Безопасности ООН-2118. Отмечаем тесное и результативное взаимодействие официального Дамаска с совместной миссией Организации по запрещению химического оружия и Организации Объединенных Наций в деле ликвидации сирийского военно-химического потенциала. По состоянию на 15 мая текущего года в Сирии уничтожено основное оборудование по производству химического оружия. Все имевшиеся неснаряженные боеприпасы и завершен вывоз иприта, единственного готового к применению боевого отравляющего вещества. В сложнейших условиях, продолжающихся в стране боевых действий, за пределы страны уже вывезено 92,5% всех прекурсоров и компонентов химического оружия. Для завершения операции осталось сделать один, но весьма сложный шаг. Как вывезти хоть и незначительное количество токсичных химикатов, но с объекта похоронения, который сейчас находится в плотной блокаде вооруженной сирийской оппозиции. Правительственные силы надежно контролируют этот объект, и ими предпринимаются активные действия по деблокаде этого населенного пункта. Одновременно осуществляют шаги по подготовке химикатов к транспортировке, а также уничтожению на месте нетоксичного компонента зарина из-за пропанола. Мы рассчитываем, что процесс вывоза будет окончательно завершен сразу же, как только это позволит ситуация в сфере безопасности, но в рамках, естественно, обозначенных решениями Совета безопасности и Организации по запрещению химического оружия сроков. Важным подспорьем для этого могло бы стать хотя бы временное прекращение в этом районе, где остаются невывезенным компоненты и токсичные химикаты боевых действий. Мы вновь настоятельно призываем все государства, которые способны оказать на вооруженную сирийскую оппозицию хоть какое-то влияние, убедить их не создавать препятствий для вывоза химикатов из этих регионов. Мы давно не говорили о наших оценках положения дел в палестино-израильском урегулировании. Я хотел бы несколько слов на эту тему сказать. После объявления правительством Израиля 24 апреля о приостановке диалога с палестинцами, буквально за несколько дней до завершения 29 апреля, отведенного на них 9-месячного срока, переговорные контакты между сторонами, к сожалению, не проводятся. Поводом для данного решения, как известно, стало резко негативное отношение Тель-Авива к достигнутым между ведущими палестинскими организациями ФАТХ и ХАМАС договоренностям о формировании палестинского технократического правительства и проведении всеобщих выборов. В настоящее время и палестинцы, и израильтяне, подтверждая в принципиальном плане то, что альтернативы политическому урегулированию существующих проблем нет, выдвигают все же свои условия возобновления переговоров. Так, палестинская сторона требует освобождения. Последние из четырех согласованных с Израилем в рамках договоренности о возобновлении переговоров летом 2013 года групп палестинских заключенных, которые отбывают различные сроки наказания в израильских тюрьмах со времени до подписания соглашения 1993 года в Осло. Рамала также настаивает на заморозке любой поселенческой активности на палестинских территориях. Израильтяне же со своей стороны требуют от президента Палестины Аббаса отказаться от курса на сближение с Хамас. Ситуация осложняется и тем, что за прошедший девятимесячный переговорный период сторонам не удалось продвинуться практически ни по одному ключевому вопросу, который стоит на повестке дня переговоров об окончательном статусе палестинских территорий. В связи с создавшейся на палестинском треке ближневосточному урегулированию обстановкой, в Москве вновь подтверждают принципиальную позицию в пользу переговорного решения палестинской проблемы. Достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе отвечает чаяниям палестинского и израильского народов и делу мира на всем Ближнем Востоке. Сейчас очень важно не допустить деградации ситуации на палестино-израильском направлении. Следует избегать односторонних действий, которые могли бы предвосхитить исход переговоров по вопросам окончательного статуса палестинских территорий. Каковым в первую очередь относится израильская поселенческая активность. Напротив, необходимо предпринимать шаги по формированию атмосферы, которая способствует скорейшему возобновлению диалога в интересах будущего народов Палестины и Израиля. Мы намерены продолжать плотную работу в целях скорейшего разблокирования мирного процесса с палестинцами и израильтянами, со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего в формате ближневосточного квартета международных посредников. Удовлетворены тем, что между специальными представителями по этим вопросам поддерживают интенсивные рабочие контакты. В качестве главной задачи видим здесь сохранение принципа двугосударственного решения на известной международно-правовой базе. И последнее в инициативной части. Отреагирую на сообщение о том, что Аргентина имеет виды на присоединение к БРИКС. Вы уже видели некоторые комментарии, которые дал наш политдиректор, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. И тем не менее отмечаем, конечно, стремление аргентинских партнеров к тесному сотрудничеству с участниками БРИКС в рамках ООН, группы 20 и также на других международных площадках. Приветствуем такой настрой. Российская страна выступает за установление на данном этапе отношений стратегического партнерства между БРИКС и ведущими новыми экономиками, такими как Аргентина, а также развивающимися странами. Согласно действующему в БРИКС порядку, официальные заявки на вступление сначала всесторонне обсуждаются в рамках самого объединения, а затем страна-председатель информирует о принятом решении страну-заявителя. Спасибо вам за внимание и готов отреагировать на ваши вопросы. Би-Би-Си, пожалуйста. Спасибо. На днях руководство так называемой Донецкой Народной Республики обратилось к Москве с просьбой принять её в состав Российской Федерации. Вопрос. Получила ли Москва официальное обращение, официальный запрос от Донецкой Народной Республики и в какой стадии находится рассмотрение, рассматривается ли вообще такое обращение? Спасибо. Да, спасибо. Я не слышал о официальном поступлении такой просьбы, хотя в средствах массовой информации об этом очень много говорилось. Вы знаете, очень хорошую форму ответа на подобные вопросы нашёл вчера в интервью Блумбергу министра странных дел. Речь ведь не о том, кто кого признаёт, речь о самой главной задаче, которая сейчас стоит – отвести угрозу гражданской войны на Украине. И если регионам вместо диалога предлагается контртеррористическая операция, которая уносит всё больше и больше человеческих жизней и заставляет страдать огромное количество населения, то это население вправе принимать такие меры, которые будут направлены на самоорганизацию в рамках тех или иных территориальных образований на территории Украины. Это такая линия абсолютно противоречит логике Женевского заявления, под которым стоит подпись исполняющей обязанности министра иностранных дел Украины господина Дещицы. Хотя вы слышали, что, оказывается, у украинских властей есть собственная дорожная карта, которая, как сказал исполняющий обязанности премьер-министра господин Яценюк, во многих аспектах совпадает с картой действующего председательства ОБСЕ. Но это более чем странная позиция. Поэтому речь, конечно, не о признаниях и непризнаниях, речь о том, что Россия выступала и активно продолжает выступать за то, чтобы между украинцами был запущен при международном содействии широкий межнациональный диалог о путях формирования и будущего государственного устройства Украины. В этом главное. Одновременно мы настойчиво требуем от киевских властей принять во внимание законные интересы регионов, которые должны учитываться не только в рамках этого общенационального диалога, но и в продвижении и запуске конституционной реформы. Потому что люди, которые готовятся и проводят голосование, и которые готовятся к так называемым президентским выборам 25 мая, должны осознавать, какими полномочиями будет обладать глава государства, какими полномочиями могут и должны обладать руководители регионов, которых предпочитают не слышать из Киева, направлять в регионы всё больше карательных подразделений. Поэтому сейчас главная задача не в каких-то признаниях и получении заявок, а самое главное – самоорганизовать украинцев и заставить Киев и регионы сесть за стол переговоров и найти те формы, в которых Украина должна продолжать существовать как единое территориально-целостное государство. Задача усложняется с каждым днём, я бы сказал, с каждым часом, поскольку мы не видим пока желания Киева организовать такой диалог, о чём я уже сказал в отдельном комментарии. И это несмотря на обязательства, которые приняло украинское правительство в рамках Женевского заявления от 17 апреля, и под которым стоят, естественно, которое согласовано в международном формате с участием и России, и Соединённых Штатов Америки, и Европейского Союза. Здесь двуединная задача – скорейшее прекращение карательной операции, отвод всех воинских подразделений, на что адекватно должны отреагировать и ополченцы, и запуск всеукраинского межнационального диалога. От того, как быстро произойдут эти события, во многом будет зависеть результативность тех мер, которые должны быть приняты в рамках реализации Женевского заявления от 17 апреля. Я бы так ответил. Понятно, что на ваш прямой вопрос прямого ответа не будет. Так, пожалуйста, наши румынские коллеги, пожалуйста. На выходные мы были свидетелями словесной твиттеровой. На выходные какие? Эти выходные. Твиттеровой словесной перепалки между господином Рогозином и блащами Румынии. МИД Румынии обратился к вам спросить, если высказывание господина Рогозина соответствует внешнеполитическому курсу России. Вот вопрос такой. Как вы видите развитие отношений между Россией, Румынией и другими государствами Европейского Союза, если официальных представителей России не то, что по земле пускают, даже по воздуху? То есть, вот как вы видите? А вы сами-то как видите в такой ситуации? Сам вопрос-то он такой странноватый даже. Но, вы знаете, я хочу вам сказать, что мы, конечно, уже публично и официально высказались и насчёт того, как обошлись со спецбортом заместители-председателя правительства кишинёвские власти и как среагировали наша румынская сторона. Мы, хочу вам сказать, заявили самый решительный протест Румынии. Представители румынских властей попытались сделать некоторые объяснения, но мы считаем их абсолютно неубедительными. Поэтому всё, что можно было, мы уже сказали. Мы очень надеемся, что такие инциденты абсолютно не добавляют доверия и не дают повода надеяться на перспективы хороших, нормальных, добрососедских отношений между нашими странами. Я бы ещё обратил внимание, что такое впечатление, как по команде представителей руководства, включая высшее руководство вашей страны, включая президента, наращивают антироссийскую риторику и его последние публичные оскорбительные высказывания в адрес президента Российской Федерации абсолютно возмутительны и недопустимы. Я думаю, что в таких условиях рассчитывать, что будут на конструктивной основе продолжаться в том же духе и в том же ритме двусторонние отношения, вряд ли уместно и вряд ли можно рассчитывать. Так что, скорее, вопросы о том, кто заинтересован в развитии нашего двустороннего сотрудничества, скорее, должен быть адресован руководству Румынии, нежели Россию. Спасибо. Так, мы, давайте вот, Раш Тудэ, пожалуйста. Спасибо. Вот вы напомнили о сирийском кризисе, я хотел вас спросить. Вот отставка Аллахдар-Аль-Брахими означает, на ваш взгляд, что уже урегулирование кризиса дошло до тупика? И поскольку это сейчас рассматривается разных кандидатур на месте Аллахдар-Аль-Брахими, как бы ООН информировала Москву, какие кандидатуры сейчас предлагаются на этом посту? И вы напомнили тоже о выборах в этой стране. Вообще Россия собирается посылать своих наблюдателей, чтобы участвовать в этом материнке этих выборах в Сирии? Ну, по первому вопросу хотел бы напомнить, что у нас в эти дни был такой широкий подробный комментарий в связи с предстоящей отставкой господина Брахими, вклад которого при всей сложности, поставленной перед ним задачи, всё же был значительным, и мы признательны за его активные усилия. Ещё раз подчеркну, что точки в этом процессе быть не может. Женевский процесс урегулирования и переговоров между сирийскими сторонами должен как можно скорее возобновиться, и, наверное, этим будет заниматься его преемник. Во всяком случае, российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы не упустить динамику политического процесса, которая была задана последними договорённостями в международном формате, но и, самое главное, в плане реализации Женевского коммуникая 30 июня 2012 года. Что касается наших наблюдателей, у меня пока нет данных на этот счёт, но я абсолютно не исключаю, что, например, парламентские представители нашего законодательного органа, федерального собрания смогут поприсутствовать и посмотреть, как пройдёт голосование в Сирии. Так что это нормальная практика. Самое главное, конечно, это обеспечение устойчивой и гарантированной безопасности присутствия иностранных наблюдателей на территории Сирийской Арабской Республики во время проведения президентских выборов. Здесь, конечно, проблемы существенные, но мы надеемся, что они будут решены. По поводу каких-то кандидатур мы стали, Брахиме, как предлагается? Вы знаете, да, есть некоторые кандидатуры его преемника, но, скорее, наверное, это прерогатива Генерального секретаря ООН, который должен объявить об этом после отставки. Ещё всё-таки до конца мая есть некоторый срок, и господин Брахиме ещё действующий личный представитель, специальный представитель по Сирии. Спасибо. Так, пожалуйста. Нажимайте смело, нормально. Телекомпания ТВ-центр. Вот Вы сказали, что в освещении референдумов на Востоке участвовали 600 представителей СМИ. Вот сейчас на Украине президентские выборы, но там ситуация совершенно другая. Туда журналистов не пускают. Вот сегодня нашу съёмочную группу из аэропорта Киева вернули в очередной раз? Сегодня, да. Причём сто раз перепроверили, все аккредитации у них были, звонили туда, они всё подтвердили. Да, пожалуйста, приезжайте. Да, и не только нашу, ещё первый канал в аналогичной ситуации оказался. Прямо в аэропорту сказали всё, до свидания. Как будто на разных языках говорят, хотя на русском языке вроде бы, да? Может, акцент не тот? Наверное. Формулировка, правда, такая же. Мы не понимаем, зачем Вы сюда едете. Ну, вот им показывают документы все, вот. Штамп ставили? Наверное, они спрятались сейчас эти, уже научены. Насколько правомерны такие действия? И как это вообще вписывается в общемировую практику? Ну, если хотите, короткий ответ никак не вписывается, наоборот, противоречит всем нормам поведения государства, которое пытается проводить такие масштабные мероприятия, как президентские выборы, без участия представителей средств массовой информации, это немыслимо, это не вписывается ни в какие демократические нормы, и я уже в некоторых своих предварительных ремарках эту тему осветил, что помимо глушения и отключения российских каналов, которые дают, конечно, несколько иное, мягко говоря, несколько по-иному показывают более широко и объективно ситуацию на Украине, киевские власти, вот видите, предпринимают очередные попытки оградить от участия в этих мероприятиях российскую прессу, что вызывает только возмущение, и это совершенно неприемлемая практика. Я очень надеюсь, что на эти факты будет обращать внимание международное сообщество в лице специальных институтов, будь то УБСЕ, это есть специальный институт представителей УБСЕ по вопросам свободы СМИ, госпожа Дуня Миньятович, она, правда, в последнее время сделала несколько таких одергивающих киевские власти заявлений, но, судя по всему, баланс выдерживается всё-таки в сторону умиротворительных, публичных высказываний, нежели прямой критики и необходимости плотно заниматься этим вопросом. Понимаете, если режим говорит, что ему скрывать нечего, ни по технологиям подготовки к выборам, ни по участию в прениях, дебатах и так далее, то совершенно непонятно, почему въезд закрывается. Кстати, не только российским журналистам страдают и очень многие зарубежные, западные средства массовой информации, целый ряд случаев, на которые мы тоже обращали внимание специальные институты УОН и УБСЕ, немецкие коллеги, целый ряд журналистов других западных стран тоже испытали на себе вот эти проблемы недопуска на территорию по различным причинам. Так что практика совершенно неприемлема, и тем более накануне таких мероприятий, которые, как утверждается, будут определять судьбу страны на годы вперёд. Мы всячески будем обращать на это внимание, но с учётом такого количества представителей западных средств массовой информации, я бы тоже попросил эти элементы включать в ваши репортажи, поскольку, как оказывается, об этих фактах практически кроме российской прессы никто не знает. Поэтому представитель жертвенного канала в очередной раз не пущенный на территорию Украины. Ну, тут, как бы, больше, наверное, комментариев на эту тему вряд ли можно. Мы внимательно следим за тем, что происходит с представителями средств массовой информации, как они работают в самых тяжёлых условиях. Это не только наши коллеги из телеканалов и печатных, электронных средств массовой информации, но и представители зарубежных СМИ. Кстати, на одной из ближайших пресс-конференций, по-моему, с угандийским министром иностранных дел, министр Лавров специально подчеркнул вклад представителей российских средств массовой информации в освещении событий на Украину, которые дают нам достаточно полную картинку происходящего не только в Киеве, но и регионов, но и уникальные кадры, которые, к сожалению, не показываются на телеканалах других зарубежных стран. Так, пожалуйста, спасибо. Давайте, знаете, вот в дальнем углу наш коллега. Хорошо. Корреспондент Центрального телевидения Китая. Вопрос о российско-китайском отношении. Все знаем, что президент РФ Урадимир Урадимирович Пудин будет посетить в Китае через несколько дней. Как Вы комментируете его государственный визит в Китай? И вот в России какое ожидание при таком визите? Спасибо. Да, Вы знаете, о визите объявлено, но оценки и подробности, я думаю, что Вам донесет администрация президента, поскольку визит президентский. Поэтому я, реагируя на Ваш вопрос, хотел бы несколько слов сказать о наших оценках двустороннего сотрудничества в контексте этого важного мероприятия, которое предстоит в Шанхае. И, возможно, это стоит сделать как раз в связи с поступившим от Вас вопросом. Вы знаете, что наши двусторонние отношения с Китаем вышли на новый этап всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Они построены на принцип равноправия, дружбы, взаимного доверия, постоянно обогащаются новым конструктивным содержанием. Я думаю, что предстоящий визит внесет в эту очень значительную лепту. Между нашими странами поддерживается очень интенсивный политический диалог, осуществляются активные контакты на высшем и высоком уровнях. Ведется координация наших действий в самых разных международных форматах, будь то БРИКС, группа 20, АТС, Шанхайская организация сотрудничества. Помимо контактов по линии президентов, премьеров, очень активно взаимодействуют министры иностранных дел, руководители других федеральных ведомств, что тоже наполняет содержанием наш двусторонний диалог. Кстати говоря, очень неплохо идет и диалог по линии Советов безопасности двух стран. Российско-китайское и экономическое сотрудничество продолжают развиваться очень устойчивыми темпами, несмотря на крупные нарастающие проблемы в мировой экономике. Вот буквально одна цифра. В 2013 году товарооборот вырос на 1,6% и приблизился к оценке, к отметке 90 миллиардов долларов США. Локомотивом здесь выступает энергетика. Прилагаются совместные усилия по наращиванию российско-китайского инвестиционного сотрудничества, приложения взаимных инвестиций в экономике двух стран. Большой потенциал есть и в области сельского хозяйства, торговли, сельхозпродукции, агропромышленного комплекса и так далее. Кстати, одной из тенденций последних лет – это нарастающая динамика наших двусторонних контактов по линии регионов. В последние годы значительный вклад в продвижение дружественных связей носит масштабные двусторонние гуманитарные акции. Большой успех имели национальные годы, годы русского и китайского языков, годы туризма. Вот этот и следующий год объявлены годами дружественных молодежных обменов, в рамках которых уже осуществляются очень крупные согласованные программы и мероприятия. Наши страны, кстати говоря, это я особенно хотел бы подчеркнуть, готовятся совместно отметить на следующий год 70-летие победы во Второй мировой войне в Европе и Азии. В соответствии с имеющимися договоренностями на высшем уровне у нас запланирован целый ряд крупных мероприятий не только в наших странах, но и на площадке ООН и в других международных организациях. Вот несколько слов о нашем двустороннем сотрудничестве в области образования, что тоже работает на сближение наших народов. Сегодня более 25 тысяч китайских студентов обучаются в российских вузах и около 15 тысяч россиян получают высшее образование в Китайской Народной Республике. В международных делах мы считаем, что у нас налажено и развивается стратегическое партнерство, которое носит всеобъемлющий характер. Здесь у нас и близость, и совпадение позиций по очень многим вопросам, которые мы рассматриваем под одним и тем же углом. Это демократический меропорядок, укрепление центральной координариующей роли ООН и укрепление международного права в мировых делах. Так что у нас очень широкое поле для движения вперед, и я думаю, что предстоящий визит покажет новые горизонты нашего сотрудничества. Спасибо вам за вопрос. Так, прошу. Какие еще? Так, пожалуйста. Добрый день, вы услышали заявление министра страны дели Франции, который выразил, к сожалению, что американцы не ударили по Сирию осенью прошлого года. Сами американцы продолжают вооружать так называемые оппозиции. В Париже, в Берлине, в Вашингтоне запрещают сыраться, участвуют в процессе выборов президента. Там считают, что эти выборы незаконны. Как вы могли охарактеризовать такие заявления, какие действия со стороны партнеров России называть? Ну, вы знаете, частично я уже ответил на этот вопрос в заявлении по Сирии. Я, наверное, глубоко сейчас не хотел бы вдаваться в детали предстоящих выборов. Просто хочу сказать, что никто не может запретить народу проводить выборы у себя в стране. Тем более, выборы, которые, в общем, впервые, как я уже сказал, проводятся на альтернативной основе и которые смогут определить направление развития страны на ближайшие годы. Вообще, как бы слово «демократия» идёт же от права народа, выражать свои чувства, мнения. А форма плебисцитов и голосования – это одна из наиболее характерных форм для того, чтобы определить настроение в стране, отношение населения к власти. И через такие формы демократические, несиловые, как раз и происходит укрепление тех демократических основ на основе, которые, по сути, должны определять развитие всех государств в нашем неспокойном мире. Ну, заявления западных политиков, в общем, по природе достаточно понятны, но они выражают своё отношение к тому, что будет происходить в Сирии. Но я бы хотел не сильно зацикливаться на сирийских выборах, а просто сказать, что стоят гораздо более серьёзные задачи двинуть дальше процесс политического регулирования сирийского кризиса. И сейчас, вот на этом этапе, очень важно всем осознать свою ответственность за то, что этот процесс начал стопориться. А если не идёт политический процесс, значит, продолжается братоубийственная война на территории Сирийской Арабской Республики. Я уже попытался вам показать некоторые примеры, к чему приводят действия сирийской оппозиции. Очень тревожная тенденция к тому, что наиболее экстремистски настроенные отряды оппозиции начинают уже противодействие между собой в различных регионах Сирии. И от этого ещё больше страдает мирное население, которое становится не только жертвой этих экстремистских разборок, но и страдает физически, экономически, гуманитарная ситуация, которую всячески пытаются агентства разрядить. Но если нет безопасности в регионах, то прежде всего, конечно, это фактор нестабильности, фактор, который работает скорее на маховик противостояния, чем на реализацию мирных планов. В этой связи ещё раз хотел бы подчеркнуть, что есть формы достижения примирения, которые в своём зародыши, то, что произошло в старом городе Хомса, то, что происходило вокруг Алеппо, это зародыш тех договорённостей, ради которых, собственно, международные посредники работали над Женевским коммунике и дальнейшими договорённостями о том, чтобы правительство и оппозиция всё-таки прекращали вооружённое противостояние, находили формы достижения взаимных компромиссов. Это самое главное. Спасибо. Так, пожалуйста. Эстонское телевидение. Господин Лукашевич, скажите, пожалуйста, президент Путин назвал президентские выборы на Украине шагом в верном направлении. Как с этой точки зрения оценивать заявление руководства Донецкой и Луганской народных республик о том, что они не допустят проведения голосования на этих выборах на контролируемых ими территориях? Насколько это скажется на легитимности избранного президента Украины и насколько Россия будет готова уважать этого президента, признавать его легитимность? Спасибо. Вы так аккуратно взяли только одну часть высказывания президента Российской Федерации и так опустив вторую часть, тоже очень важную этого заявления. Ведь было сказано, что в принципе выборы – это шаг в правильном направлении, но что они в этой ситуации, которая сложилась на Украине, что они могут решить, при том, что власть по-прежнему предпочитает действовать против неугодных регионов силовыми методами, карательными операциями и так далее. То есть, по сути, вот эти все вопросы, я еще раз хотел бы, не поймите меня приуратно, что я на брифинге, используя эти полномочия, начинаю рекламировать какие-то удачные интервью и подчеркиваю агентство, которым удалось сделать хороший материал. Просто еще разочек перечитайте высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова во вчерашнем большом интервью агентства «Блумберг». И там все нюансы и ответы на все ваши вопросы. Я не хочу ничего добавлять и отнимать от того, что сказал министр. По-моему, там очень предельно понятно, четко и ясно выражено мнение, в том числе и по вопросу президентских выборов на Украине. Так, спасибо. Господа, что еще? Так, прошу. Здравствуйте, я из радиоугольного Светлама. Хочу вам задать вопрос. Да. Вы обратили внимание на поступление Китая, поставили буровую платформу на Восточное море. И будет ли в скорое время заявление, какое-нибудь заявление на это поступление? Да, вы знаете, мы, конечно, очень внимательно следим за этой ситуацией, которая сложилась в Южно-Китайском море, в том числе и по тем аспектам, которые интересуют вас. Рассчитываем, что вовлеченные в территориальные споры стороны будут проявлять сдержанность и смогут преодолеть возникающие разногласия и противоречия только путем переговоров. Собственно, считайте, что это наша официальная реакция и заявление через реакцию официального представителя Медроссии. Так, прошу. Будут еще? Ну, тогда копите. До следующего раза. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.